Доброе утро, мои дорогие! Ой, у нас сушилки не хватает, чтобы высушить нашу стирку. Ой, жизнь бьёт ключом. Мои уже уехали в городок этот строительный. Ну, я ещё умудряюсь выкраивать минутки, чтобы что-то сделать. Вот этот лист высохнет сегодня, надо будет нарисовать. В семь утра разбудил Витя, привёз лестницу длиннющую, а то Костя всю голову сломал, чего делать. Ну, вот видите, с утра. Время ещё девяти нету. Мы в семь часов встали. Вот, видите, вон какая лестница. Потому что осталось прям вот немножко доделать, а никак. Ну, ладно. Не устраивает моих молодых вот это кашпо из микроволновки. Сказали пересадить. Ну, а чтобы пересадить, надо же сделать. Во что пересадить? Вот стоит красотка. Сейчас сделала, пока мои уехали. А не знаю, что получится, как это будет выглядеть. Ну, ладно. Попробую. Посмотрим. Я ещё не переехала в дом. Ещё вот эту комнату надо разобрать. Ой, я вообще не... Я не понимаю, как буквально за пять дней перевернули весь быт. Всё кверху ногами. Но, несмотря на это, двигается дело, хочу сказать. Да, вы бы видели, что тут было. Всё, всё. Ой, в общем, короче говоря, работа кипит. Зайки мои. Я вас очень прошу, не обижайтесь на меня. Мне вот вчера вообще даже комментарии не читала. Ну, простите меня, пожалуйста, но у меня... Ну, просто нет времени и сил. Девчонки, освобожусь, почитаю. Ну, я знаю, что вы смотрите и пишете. Вы ж, мои дорогие. Так, девочки, 14-го не забудьте розыгрыш. Вон, видите, у нас тут балки. Не пойми чего. Не забудьте, кто не подписался, подпишитесь. Отметьте друга в комментариях. И три человека выиграют. Ну, из двухсот это очень даже нормально. Гранатик цветёт. Цветёт, мой хороший. Мой дорогой. Это я как попугай в каждом видео говорю. Это я не по своей инициативе. Это мне, Саша... Мама, не забывай. Мама, не забывай. Что ты стесняешься сказать? Я говорю, ну, я не люблю вот это вот одно и то же долбить-то. Она говорит, а хочешь, чтобы больше люди смотрели? Хочешь, чтобы больше подписчиков было? Надо говорить. Людям надо напоминать. Ну, и потом заходят же не только твои девочки, а и новые люди заходят, смотрят. Так что вот так вот. Вон, даже розочки обрезать некогда. Да, Костя умеет у меня повести за собой. Ой, а тут-то смотрите, какая роза здоровая. Ну, этот-то лопуси мой вон и наверху расцвёл. Ой, ой. И тот-то куст, гляньте. Вы посмотрите. Боже ты мой. Ой, какой цветок-то. Ну, прелесть прелестная. Хе-хе. И эти девчонки, смотрите, какие. Прям радуете меня, мои вы дорогие. Ну, ещё вот жду, когда кактусы зацветут. Но пока что-то никак. Давай, лопусиандра моя, давай. Ну, порадуй. Вон, всё, новенькие растут, новенькие-новенькие. Отваливаются. У меня даже руки не доходят мелису посушить. Ой, я ничего не успеваю. Вот, всё хотела показать девочкам. Цветёт он как. Ну, вот, что-то пока ничего. Зизифус пока ничего никаких не даёт. По-моему, тут какие-то мелкие-мелкие такие. Ну, ладно, посмотрим. Вот, виноградик уже вот какой. Ещё вот не вывезли всё. Ещё у Вити нет времени весь этот хлам вывезти. Вон, вишенки. Не знаю, вам видно, не видно. Уже прям краснеют вовсю. Не отпилили сухие ветки-то. Не успеть всё, не успеть. При всём желании. Кругом полотенце сохнет. Вчера ездили на море. Ну, уже к вечеру, ребята. А я дома осталась. У меня не знаю, что вчера было. У меня вчера видео выкладывались. По четыре часа. И вот я собираю в своей коробке в другой дом-то переехать. Складываю, складываю. Сама метнусь. Никак. Не знаю, что это было. А позавчера просто был кошмар. Костя же проводил конференцию вот эту онлайн. По работе. И что-то его компьютер... Не знаю, вот этот вот сейчас будет свистеть. Что-то никак. Что с ним случилось? Он взял мой ноутбук. И по нему провёл конференцию. Потом я включаю его. А он мне... Ну, короче, в безопасность. Кто-то это, кто-то там у вас. Давайте вот. И, в общем, короче... Костя не разобрался, что делать. Я давая звонить Дане в Питер. И вот целый час Данька... Он влез с моей помощью ко мне в телефон. Ко мне в ноутбук. В общем, делал-делал. Целый час сделал. Но вчера вот по 4 часа видео загружался. Не знаю, с чем это связано. Вот меня, честно говоря, вот это всё подбешивает. Будут у меня проблемы с безопасностью, я к вам обращусь. Но я не знаю. Вас никто не просил. У меня всё нормально. Какого хрена вы мне останавливаете всю работу? Ну, вот так вот разобраться, да? Помощь вообще нужна, когда её просят. А создавать лишние проблемы... Вот я гугл этот вот терпеть за это не могу. Ну, правда. Столько время потеряли. Столько нервов вот это. Я ж переживаю, я нервничаю. В общем, кошмар. А через неделю Костя опять делать конференцию онлайн. Ну, и как? И опять вот это. Так, ну вот так акция почти облетела. Да? Уже, извините, затрахались подметать. Теперь вот это вот. Ну, чё, ходишь как дурак с этой метлой. А оно вон. В общем, короче, отнимают время у меня всякие ненужные дела. Так что, зайчики мои, вы уж простите, но я почитаю потом, как освобожусь. Вот. А завтра мы должны ехать в Симферополь. Вон, тоже розочки расцветают. Маленькие. Они маленькие. Вот. Завтра в Симферополь, потому что у Кости же машина на прокат взята. И завтра кончается срок. Он хочет продлить. Но взять другую. Вот. Ну, и заодно съездим до Симферополя. В огороде-то сидеть, сами понимаете. Вот. Ну, чё у меня тут? Что у меня тут? Авокадо. Ну, никак вот корень не выходит наружу. Так всё. По технологии всё правильно. Он весь треснул. Всё. Но уже не знаешь, куда засунуть. Поставить куда. И это тоже вот видно, но никак. В общем, короче, если увидите в интернете, что это через 7 дней. Брехня. Брехня. Ой, а тут чё у меня? Да ничего пока. Что-то я вообще не вижу, что там есть. Есть, но. Никакие не 7 дней. Уж у меня на солнце, в тепле. И сколько сегодня у нас так? Две недели июня и неделя в мае. Три недели и никак. Вот не люблю, когда врут люди в интернете. Всё у них быстро. Всё у них прям хах и всё. Ага. Так, ну ладно, мои зайки. Я вам обзор сделала. Коротенький. А вот это вот как... Это была швабра. Такая, знаете, как палубу мыть. Ну, абсолютно не нужна. Я ей не пользуюсь. Так я не выкинула. Нет, швабра-то я выкинула, саму эту штуку. Пластиковую. А это вытащила. Думаю, что ж выкидывать-то я её в цемент. Обмотаю чего-нибудь. Чего-нибудь получится. Вот. Так что всё. Девчоночки, я пошла. Хоть позавтракать надо. Ну, мы с вами ещё увидимся. Опять залез. Ой, скорее бы уже это он закончил. Одни переживания. Осталось прям вон прибить чуть-чуть. А тут привезли из городка. Чего-то опять по ногу пал. Мешков каких-то. Ой, Господи. Всё, доделал, да, эту сторону? Правда, да. Молодец. Какой ты молодец. Господи, я хоть теперь не буду смотреть и расстраиваться на всё это. А то, как посмотришь, летят. Думаешь, Господи. Так, щебёнку таскал. Таскал щебёнку, мешков сколько. Вон, видите, чё. Вот. Всю грязь отсюда выгреб. Там у меня подвал. Туда. Вот это мы ничего не обустроили. Ну, во-первых, кончились деньги. Алинка совсем заболела. И стала не до этого. Ну, вот теперь вот. Тут ещё столько места. Тут же можно что-то сделать. Всё, что хочешь. Не говори. Тут ещё вон сколько метражу. Ну, что, мои дорогие. Переехала я в свой дом. Ну. Ой. И куда это всё? А чё я так переезжаю, потому что Костя сейчас доделает крышу и будет делать там ремонт. Поэтому пришлось всё оттуда вынести. Это ещё с кухни я ничего не выносила. Ну, куда тут всё? В эту комнатушечку мою. Чё она тут? Комната-то, господи. Комната-то, господи. Комната-то, господи. Комната-то, господи. Ой, не могу. Ой. Аж страшно. Ну, а как бабушка моя говорила, глаза страшат, а руки делает, и лампа сломалась. Пока не сли. Ну, это мне мальчишки практически всё перетаскали. А так бы у меня уже и ноги отвалились по лестнице ходить по крыльцу и таскать туда-сюда. Ну, что, девочки, буду разбирать. Вот где мне взять время, а? Я видео-то выкладываю, ну, там буквально, да, вот две минуты. И пока оно выкладывается, я своим делами занимаюсь. Потом уже пришла, когда выложилась, закончила и опять ушла. Я говорю, мне даже комментарии почитать я как-то. Ну, вот сами представляете. Вот так вот. Ну, ладно. Надо сначала кухню вымыть. Наверное. Начинать-то с чего-то надо. Даже не представляю. Ну, не представляешь, а надо. Ладно, мои золотые, давайте. Начну. Ну, ладно. Надо сначала кухню вымыть. Наверное. Начинать-то с чего-то надо. Даже не представляю. Ну, не представляешь, а надо. Ладно, мои золотые, давайте. Начну. Девчонки, попалось мне кольцо на глаза. Я вспомнила. Меня аж просили девчонки несколько раз, как укорачивать шторы с помощью кольца. Не могли найти в видео. Посмотрите, у меня всё котом рваное. Кот мне порвал всё. Одни дырки. Ну, короче говоря, сейчас. Ага, сейчас. Штатив ещё не найти. Ну, короче говоря, вот. Сейчас буду вам показывать одной рукой. Берёте кольцо. Если вам жалко обрезать штору, там, допустим, она у вас временно, может быть, висит, да. Вытаскиваете. Вытаскиваете. Вот сюда. Ну, к себе, да. И расправляете, делаете розочку сейчас. Вот, видите, что получается. Это жёсткая такая тюль. А если вот есть мягонькая, так прям красивый-красивый цветочек получается. Вот. Можно их хоть несколько, если она у вас широкая штора. Так можно несколько и на разном уровне. Очень красиво получается, девочки. А просто ведь просто. Ну, да, вот сказала. А просто ведь просто. А с другой стороны, ну, вот так вот получается. Тоже, собственно, можно сделать кому-кому как нравится. Ну, так что вот так вот. И кольцо можно любого размера. От небольшого совсем, от маленького. До, если у вас длинная штора очень, так можно прям большое какое-то кольцо взять. Да, от чего угодно эти кольца. Так, всё, сняла. А то я прям всё думаю. Никак-никак забываю. Да, забыла вот что. Желательно, чтобы кольцо было не тяжёлое. Потому что вот эти вот кольца для штор, они тяжёлые, сползает. А так, когда колечко лёгкое, то всё нормально держится. Так, ну что, начала кухню мыть. И так уже, вон, видите, уже места-то побольше свободного. Но всё равно ещё конца и краю нет. Ничего, вымоем. Ну, вот и вечер. Наконец-то. Что-то сегодня и день длинный. И устала я. Наковырялась со всеми этими делами. Ой, что даже мои поехали гулять. В центр туда. Я с ним не поехала, устала. Ну, всё. Сегодня я уже буду ночевать в своём доме. Очень уж активная, конечно, вот эта неделя. Просто я уже отвыкла от такой жизни. От активной. И я ничего практически не могу сделать. Если ещё что-то с цементом там быстренько сделала. И до следующего дня. То с украшениями вообще. Мне вот надо Оксаночке переделать. А я двое буст переделала. Остальное пока никак. Так что, Оксаночка, придётся подождать, зайка. Нет у меня времени ни на что больше. А Костя уже начал зашкуривать стены в Алинкином доме, где я вот жила. В общем, у него энергии просто уговаривала. Говорю, поспи днём. В жару на крыше висел. В результате разболелась голова. Пришлось ему дать таблетку свою. Пульс поднялся. Я говорю, не лезь никуда на жару. Сашка пошёл спать. И вы идите, поспите с ним. Нечего на солнце работать. Ну ведь, надо же, хочется побыстрей. Я говорю, завтра только будет неделя, как вы приехали, Костя. Уже неделя. Вот так вот. Что-то обещали завтра дождик. А я эти дни не смотрела. Сейчас я посмотрю. Слушайте, да, на пять дней дождик обещают. Какая псинища. Большущая. Каждый вечер гуляют с ней. Да. Придётся коробки затаскивать, которые на улице. Из сарая вынесли. Опять таскачу. Ладно, мои хорошенькие, пойду я затащу коробки на всякий случай. Пойдёт вдруг ночью дождик. Видите, закат-то какой. С моря вон. Давайте, мои дорогие. У меня уже язык заплетается. Давайте, мои дорогие, пусть у вас всё будет хорошо. Хорошего вам вечера. Спокойной ночи. И до завтра. Пока-пока, мои дорогие. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...